Итак, значит, мы начинаем, мы начинаем, у нас сегодня вторая мишна, вот так и лучше сделаем. У нас сегодня вторая глава Пертия Мот, мы уже прямо двигаемся активно, вторая глава, вторая мишна из поучения отцов, учения отцов. И, значит, обязательно подпишитесь на портал ВАИКРА и делитесь вообще, делитесь тем, что узнаете, это единственный способ вообще это оставить. Узнал, рассказал, узнал, рассказал. Значит, третья мишна сегодня. Наверное, это сказал тот же Рабан Гамлея, ношли Рабиуде Носи, потому что не написано имя сказавшего. Он продолжил свою мысль и это именно продолжение, да, это он сказал однозначно, потому что предыдущая мишна заканчивается тем, что те, кто занимаются цибуром, общественными делами, значит, должны это делать во имя небес, и у них будет очень большой взлет. И тут же он переходит дальше и говорит, будьте осторожны с властями. То есть те, кто занимаются общественными делами, они где занимаются общественными делами? Не, мишна идет для евреев, да, но в принципе эти же законы, они действуют для всех. Это не просто евреям, Бог сказал, вы обязаны выполнять все эти законы, и это как бы ваша, ну, духовная, ну, то есть вы обязаны. Но все остальные, они, если выполняют эти же законы, то они, ну, это правильно, да, например, Авраам, первый еврей, да, Авраам Ивинов, он, Исхак, Яков, они выполняли все эти законы, но без, еще до дарования Торы. Почему? Есть некая структура мира, и эта структура мира, она отражена в Торе, написано, что Тора это чертеж, Тора это инструмент, и Тора это материал, из которого сделан мир. То есть Тора это, как сказать, организующая структура мироздания, то есть есть атомы, молекулы, там, электроны, они все куда-то крутятся, там, то есть 99,9% пространства это пустота, чистая пустота, то есть если мы войдем внутрь молекулы, там, или атома, то там есть ядро, и потом вокруг летают электроны, так расстояние между ядром и электронами, как между Солнцем и планетами, все остальное пустота. Значит, Тора это как раз вот это организующее знание, упорядочивающее реальность. И Авраам и Скафьяков, которые называли колесницей для Бога, то есть они соединились с Богом в мыслях своих, да, который создал эту всю структуру. И когда они соединились, они поняли сами эту структуру, им не надо было отдавать Тору, они дошли, они видели, что она так работает. И поэтому тот, кто изучает Тору, но не еврей, то он знает, как это работает, но зачем, непонятно, потому что если ты хочешь служить Богу, и ты знаешь, как все это работает, и ты хочешь все это выполнять, то да, ты еврей. Если ты хочешь это знать, но не хочешь это выполнять, тогда ты просто любопытный, тебе интересно, но вопрос, если ты начинаешь этим пользоваться для каких-то целей, кроме как для служения Богу, тогда будут проблемы. Это папа. Те, кто учит Тору не для того, чтобы служить Богу, у них будут проблемы. Тора написано, это как живая вода и яд. И она для них превращается в яд, она им все равно потом разрушает их. Поэтому Тору надо учить только во имя небес, во имя Всевышнего, служение Богу. И поэтому, значит, мы переводим опять дальше. Говорит Рабан Камлеян, сын Рабиуда Наси. Папа его был глава еврейского народа, когда уже правили римляне. И он был при римском дворе, он ездил в Рим, все время к императорам и так далее. И сын его тоже был все время в этой тусовке такой. И он знал, как оно все работает. И он говорил, если вы за Цибур, за общество, идете просить перед властями, он говорил, будьте осторожны перед властями. Вот это третья мишна. Ау за и римба решут, будьте осторожны с этими властями. Ше эн ми корвим лоли адам. Что они приближают человека к себе, власти, только для своей пользы. Давайте сейчас всю мишну прочитываю, а потом разберемся. Значит, он говорит, если ты идешь к властям, говорить от имени общества, то ты пройдешь. Тебя пустят, общественный совет при президенте, в наше время там, все тебя пустят, все нормально. И даже будут приглашать на разные тусовки какие-то такие государственные. И ты сразу начинаешь себя чувствовать, о, типа, я при власти. Особенно это сейчас в России, там есть раввины, которые заходят к президенту. И это вообще уровень, то есть это вообще за ними все бегают. И говорят, замолви словечка, замолви словечка, потому что там, ну, такая иерархия, вертикаль власти. И это сразу там такой кавод, такой почет, что ты можешь за этих президентов. Так еще предупреждал Рабан Гавлеев, сын Рабиуданаси, будьте осторожны с властями. Он говорит, что они приближают человека только для своей пользы. И они выглядят любящими. Они выглядят, они не любящие. Они выглядят как любящие, во время, когда им есть от этого удовольствие. Да, она польза, удовольствие. И никогда они тебя не поддерживают, во время, когда тебе будет плохо. Значит, это очень было видно, например, в евреях в Германии. В 30-е годы был даже министр иностранных дел в Германии евреи. И там были они во власти вообще, в парламенте везде. Потом бах, и никто их не поддержал. Всех, значит, вытянули. Значит, это видно очень хорошо в любой власти. Потому что есть такая очень понятный закон. Власть, то есть у людей есть пирамида потребностей. Есть пирамида потребностей. Есть потребность безопасности. Есть потребности потом в причастии к какой-то группе. Есть потом потребность у человека стать в этой группе первым. Потом у людей есть самоактивизация. Кто я это там, если кто-то идет в духовность. Но власти, обычно до власти доходят люди, обычно, это в 99% случаев, бывают единицы. Которые, они хотят властвовать. Они не хотят помогать, они не хотят властвовать. То есть у них есть, вот я буду хозяин всех. И, значит, поэтому до самого верха долазят такие люди, для которых есть только одна цель в жизни. Это власть. И им у них нет, как говорят, в политике нет друзей. Там в политике есть интересы вместо друзей. То есть они, особенно это те люди, эти во власти. И поэтому они, надо это знать. Как бы змея это змея, волк это волк, а власть это власть. И совсем с ними не взаимодействовать нельзя. Но надо всегда знать, что близко к ним лучше, совсем близко не приближаться. Если ты уже приблизился, знать, что они тебя в любой момент могут подставить. И, ну все, это он предупредил. Дальше ничего мне об этом больше сказать не могу. Все, нам все, мне все понятно. Я, например, из-за этого с политиками стараюсь минимизировать общение. Бывают единицы, вот, например, вчера приходил один из самых выдающихся политиков в Украине сюда проводить, с молодежью встречаться. Это исключение. То есть он делает реально много добрых дел. И он стал политиком за счет добрых дел, а не как-то наоборот. Ну, то есть он помогал людям. Бывает такое. Бывает. То есть его подняло наверх, но ему сейчас там он борется, он в сложностях, он помогает людям. Его реально вот прямо Бог поднимает на лифте. Но это исключительно редкий случай. И исключительно редкий случай, когда хороший человек влазит. Опять же, это произошло в Украине, была революция. И произошло это не путем естественным. Да, такого, как люди там по 10-20 лет идут во власть. А это произошло путем революционным и вынесло его во власть. И, ну, реально это как бы божественное провидение. Значит, все. Но я его предупреждал и всех предупреждаю. И сам не лезу, лучше туда не лезть, потому что там люди очень, они воюют. То есть есть такая борьба за власть. Они войны. Они там войны друг с другом. И все, кто их окружают, они становятся сразу как... Ты как бы идешь на войну. Если ты к ним приблизился, к этим политикам, то ты сразу входишь в какие-то военные действия между кланами. Там они все время воюют. И ты одного поддержал, тебя сразу другие начинают плавить. Да и этого... То есть лучше давай пропустим, уйдем с этой мечты. Все, давай быстрее уйдем. Скажите, а с людьми, в принципе, часто точно так же нет? Даже с отдельными людьми? С людьми с отдельными. Что они кажутся... Что людям доверять нельзя. Это дальше будет. Дальше будет мечта такая, что... Что если бы не страх перед властью, так человек бы ближнего своего сидел бы живьем. То есть природа человека, сама по себе природа, животное вот это, природа, естество, да? Оно животное. Животные что они? Если хочется кушать, надо сожрать добычу, да? И люди, если взять у них, выточить их вот эту духовную составляющую божественную, они по сути свои животные. Да. И как только наступает какая-то стрессовая ситуация, стрессовая ситуация, например, если убрать власть, то обязательно есть люди, есть злодеи. И эти злодеи начинают свое злодейство проявлять. Они же ничего не боятся. И тут даже добрый человек, если на него нападают с мечом, он хватает меч. И начинается у них в стрессовой ситуации у всех идет выход на животную вот эту вот сущность. И они начинают друг с другом воевать, сжирают друг друга. Убивают все. То есть, в принципе, если, как бы, можно ли людям доверять? Можно до определенного момента. Но в ситуациях, когда человека подвешивают за ноги, ну, практически любой человек, он все расскажет. Понимаешь? И лучше, ну, это знать. И природа человека, она, еще раз, есть уровни. Есть уровень в человеке животное. Есть уровень в человеке такой, как зародыш человека. Да, он все понимает, но у него вот система координат сложности. С тех действий. Есть человек, который духовный, верующий, и он одевает на вот эту всю животную свою сущность, он одевает сверху систему верований и убеждений. Да. И через них он соединяется с Богом. Но дальше у него всегда есть выбор, тем быть, животным или человеком. То есть, это очень, есть такая, слово красивое, лоббильная система. Она подвижная. Она не, когда человек говорит «я», вообще непонятно, что он имеет в виду. Когда человек говорит «вот, я в это верю, в мои убеждения», он в этот момент в это верит. А год назад он верил в другое, а через год он будет верить в третье. Когда человек говорит «я обещаю», то он в данный момент, несомненно, он верит, что он обещает. Но мы не знаем, во что он верит, помимо этого. Потому что у человека в данный момент он думает только 7 плюс-минус 2 единицы информации. Все остальное – это его система верования, которая состоит из сотен-сотен убеждений, которые меняются в зависимости от контекста. Выходят то одни на первое место, то другие и так далее. То есть, это все очень, очень такая подвижная система. Поэтому ориентироваться надо по ситуации и по торе. То есть, есть ситуация, есть тора, и ты тогда смотришь на ситуацию, если ты знаешь тору, тогда ты в каждой конкретной ситуации можешь найти более-менее правильное действие. Еще лучше, когда ты заходишь на весна, то есть, тот, кто боится Бога, он пройдет везде. Значит, или другое есть, что То есть, тот, кто боится на Бога, его начинает окружать милосердие Бога. Или другой вариант. Это из мишлей. Положись на Бога всем своим сердцем и на бину свою, на свою сообразительность. Не полагайся. Или То есть, что имеется в виду? Вот человек, он не знает, что сделать. И он может выдумывать, думать, что ему и как сделать. А может просто помолиться, сказать Все, ей рацион милифонека, пусть будет воля перед тобой. Что вот я делаю, моя цель в этом действии, все равно к тебе приблизиться и сделать, как ты хочешь. Я тебя прошу, проведи меня по всем прямым дорогам. И ты как бы прицепляешься к Богу и идешь. И он может ситуацию разрулить тебе, как... Ну, то есть, все равно ты не знаешь, что будет на следующем шаге. И если ты можешь все прочитать, но тебе не повезет, ты так прочитал, вот ты выезжаешь на светофор. Думаешь, так, все, я все прочитал, все знаю, все по правилам еду. Все, и едешь по правилам. А тут приятный КамАЗ какой-нибудь, не дай Бог, да? Или там велосипедист, или еще что-то. То есть, ты не можешь все равно все прочитать в жизни. А бывает, что ты едешь, и все вдруг остановилось. Там полицейский перегородил, там еще что-то. И тебе прет. То есть, это как тот, кто идет на божественном проведении, он попадает в одну систему координат. Тот, кто идет на интеллекте, в другую систему координат. Тот, кто идет на животных инстинктов, в третью систему координат. Ну, то есть, все как бы... И все еще и зависит от контекста, в котором ты находишься. Потому что мы же находимся в контексте. Есть люди, которые... Та же власть. Есть власть в... Вот сейчас ситуация там. Украина, Россия, Америка. Есть Трамп. Вокруг Трампа есть 10 человек его окружения. Есть Порошенко, 10 человек его окружения. Путин, 10 человек его окружения. Вокруг каждого человека, который окружает их, ближнего круга. Есть 10 человек их окружения. Вокруг них есть 10 человек их... Вот такая пирамида. И каждый гонит свое, каждый свои интересы качает, каждый хочет продвинуть свое какое-то видение мира. И оно до туда доходит, и сидят эти трое, а на них влияет все, им надо принимать решения. Они принимают какие-то решения, но они могут принимать разные решения. Эти решения потом дальше идут по каскаду, он опять же говорит одному, сделай так. Вот у меня была вчера ситуация, я не Трамп, не Порошенко, у меня есть моя компания, в которой есть директор. Потом ко мне подходит человек, который мне помогает, отдельно он не в компании, и очень мне помогает, помогла там чем-то. Потом, и она мне говорит, помоги моему мужу. Я говорю, отлично, значит, приходит муж, рассказывает мне свою идею. Я говорю, хорошо, я тебе помогаю, значит, вот в нашей компании дают тебе проект, делай проект. Прихожу в компанию, говорю, он будет сейчас делать этот проект. Директор компании говорит, нет, 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 это рушит нам всю работу, это нам все мешает, все. Я сижу и думаю, вот есть, ну, понимаешь ситуацию. Я говорю, знаешь, ты директор, ты мне уже много помогла, там, пять лет она у меня директор, ну, пять лет она у меня работает, помогает. Я все-таки думаю, что, ну, как бы, раз я тебя уже поставил директором, ты и решай. Не хочешь, чтобы он работал, значит, ну, не получится, что я не буду настаивать. И вот примерно так происходит вокруг каждого руководителя, вокруг каждой власти и так далее. И когда... То есть руководитель всегда зависит от причины в том числе? В том числе, да. И здесь, когда Рабан Гавриэль перевернемся, он говорит так, самое правильное, это учить Тору и работать, все, и полагаться на себя и на Бога. Теперь, если ты так живешь, отлично. Теперь, если ты хочешь перейти на следующий уровень, занимайся нуждами общества, тогда тебя сразу поднимают, ну, то есть, Бог начинает через тебя влиять больше на мир. Ты становишься, как бы, передаточным механизмом и для людей, и для Бога, ну, то есть, ты становишься, занимаешься на более ступеньку влияния на мир. Твой масштаб растет. Но знай, что если ты начинаешь это делать ради Всевышнего, тогда у тебя будет еще следующий подъем, если ты это делаешь чистым сердцем и во имя небес. Теперь, ну, ты следующий подъем, ты должен быть готов, что следующий твой подъем, ты столкнешься с людьми на власти, которые поднялись. И они, эти люди, они подготовься, они могут, ну, то есть, они очень опасны, и поэтому он предупреждает. Выглядят как любящие, когда ты им нужен. То есть, они хитрые, они просчитывают комбинации, они используют людей, то есть, они реально играют в шахматы, да, людскими судьбами. Все, он предупредил, и они не будут тебе помогать, когда тебе будет плохо. Ты просто это знай, они говорят. Все, теперь наши мудрецы, которые шли к властям, они знали, как с властями разговаривать, они знали, как договариваться. Есть, в Торе есть технология, прописанная четкая технология. Это как Яков договаривался с Исавом. Есть конкретная технология в Торе, вот надо было мне ее рассказать, но я не расскажу, в следующий раз расскажу. Или учите Тору. Хотите учить Тору? Учите. Значит, есть технология, прописанная, глава, какая это глава? Вайшлах, Вайшлах, Яков, Вайшлах, да. Книга Берешит, как Яков встречался с Исавом, как он к этому готовился, как он с ним договаривался. Все, эта технология, как еврейские мудрецы, которые выступали от имени народа, договаривались с властями во всех поколениях. Все, они всегда учили перед тем, как идти договариваться, эту главу. Вот домашнее задание. Научите главу и в комментариях напишите, что вы поняли. Все, пока. Скажите, вот Канелеха Хавер. Найти себе друга, он может, друг может выйти вот из этой вот схемы. То есть, можно найти себе друга, который тебя не подставит, когда его за ноги подвесят? Не, ну, а как ты можешь на это рассчитывать? Не рассчитывать, он в момент... Не тот Хавер, про которого там написано, какой? Он прекрасный Хавер, но когда человек висит вниз головой, он же это другой человек висит. Ты поймешь, что его состояние меняется. И он пока в нормальном состоянии, он двух... То есть, у него система ценностей, он все отлично. Но когда человек попадает в стрессовую ситуацию, то это другой человек. Нельзя сказать, что это висит вниз ногами тот же человек. Он в этот момент не помнит ни о чем. Кроме у него... Ну, его мозг, он как бы входит в другую часть своей личности. Это висит другой человек. Поэтому рассчитывать, что другой человек, он вспомнит, что он такой, ну, сложно и неправильно. Это, ну, невозможно практически, понимаешь? Нужно из этого исходить.